Друзья, мы сейчас приветствуем здесь Владимира Ольховика, который поздравит всех мужчин. Конечно, я тоже вас всех поздравляю, очень ценю и люблю каждого, кто уже в Царстве Божьем служит. И вообще мужчины в жизни давали очень большую поддержку и продолжают это делать. А сейчас Владимир это скажет, а потом уже сколько у меня останется время. Добрый день. Какой сегодня день мы знаем? День защитника Отечества. И на самом деле это такой первый вызов, который был у меня. И вторым вызовом сегодняшнего послания является одно новогоднее пожелание, которое мы слышали буквально недавно, зачитывали его. И одним из таких самых, может быть, посланий, которое вызвало такой интерес и оживление в зале было какое? «Пусть церкви будет больше мужчин». Аминь. Поэтому у меня есть два источника сегодня. И я хотел просто с вами поговорить на эту тему. И это послание не только мужчин касается, но и женщин, чтобы вы могли лучше нас понимать. Понимать мужчин-защитников. И хотел два образа рассмотреть сегодня, чтобы эти образы нам помогли раскрыть вот эти тайны. И первый образ, я хотел картинку такую, видите, уже она появилась. Это такой защитник известный. Мы знаем его, узнаваем. Кто-то, может, узнал. Ну, не совсем Спартак, а Хиллес, скажем так. И даже фильм такой был недавно, последний, до троя, где говорится об этом персонажа. И это некий такой символ, я бы даже сказал. Есть такое понятие «ролевая модель», человек, который является ориентиром определённым, которому хочется подражать, может быть, которым кто-то может восхищаться, кто-то может брать себя как какой-то образец мужественности. И я заметил, что вот эти модели, вот эти ориентиры, они влияют на людей из моего окружения. У меня такое брутальное окружение, как правило. И я смотрю, там ребят по статусам, у них там такие статусы появляются. «Живи быстро, умри этаманом». Там пишут в Фейсбуке. Второй пишет «Время умирать молодым». Я что-то подумал, что вот этот образ Ахиллеса, он немножко так вот программирует наших мужчин. Потому что мы видим, что он такой брутальный, он красивый, смелый, практически всегда побеждает. И примерно каждый мужчина, он хочет побеждать, он хочет быть победителем. И мы родились на самом деле, мы были созданы победителями. Аминь. И в Эдемском саду что-то произошло, и вот этот статус победителя, он был утрачен. И враг это знает, и на самом деле он может играть с нами. Он может таким образом мужчину заводить. И вот этот щит Ахиллеса, который, видите, доминирующая картинка, я специально выбрал ее. Такой символ попытки мужчины вернуть вот этот потерянный статус, статус победителя. Он чувствует себя уязвимым, он чувствует, что ему надо что-то доказать. Он был победителем, у него что-то в подсознании работает, что он уже не является таковым. И на самом деле, я так подумал, что этот образ, он влияет. Он влияет на мужчин. Он такую какую-то определенную программу, какое-то послание доносит, что мы должны быть такими крепкими, брутальными, владеть всеми видами единоборств, чтобы каким-то образом соответствовать этому статусу, утраченному статусу победителя. Да, мужчина? Вы хотите быть победителями? Мужчины, а? Аминь? Поддерживайте меня, потому что проблема-то серьезная, да? Аминь? Вы хотите, чтобы в церкви было больше мужчин? Да, хотите в этом разобраться, тогда реагируйте. Мне с этим нельзя не разобраться, это огромный, огромный пласт. Аминь. Слава Богу. Спасибо. На самом деле, на самом деле, вот эта проблема, она сразу же Господь о ней заботился. Это я вот когда, да, получается, буквально там месяца два еще не прошло. Господь, он с самого начала видел эту проблему, да? Потому что в Бытие, третья глава, он уже увидел Ахиллеса, он уже увидел вот этот щит Ахиллеса, он уже увидел мужчину, который будет всячески стараться, чтобы вернуть этот статус победителя. Да, и вот это первое пророчество о Спасителе, третьей главе, 15 стих, говорится о том, что Господь сказал змею, да, он сказал, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Да, вот это пита Ахиллеса. Условно, да, каждый мужчина, он понимает, что он уязвим, да, что вот это, у него есть вот эта греховная природа, да, и мы можем сказать, что это и есть вот эта Ахиллесова пита, которая делает нас уязвимыми. И мы пытаемся, мы пытаемся всячески защищаться, да, пытаемся самоутверждаться в этой жизни. Мы пытаемся, мы говорим, что я защитник, я долго тоже служил в армии, и нам вот это просто навязывалось, да, ты должен прийти и жить быстро, да, если надо, то умереть атаманом. Да, но, тем не менее, тем не менее, есть еще и другие моменты. Аминь, да, спаситель, здесь написано, что он, он поразит врага в голову, да, враг, который хочет меня убить, да, хочет любого мужчину убить сегодня, да, он знает наше уязвимое место, он знает, что у нас есть Ахиллесова пита, но есть кто-то, да, кто решил за нас ступиться, есть кто-то, кто решил вот эту, вернуть нам этот статус победителя, аминь, чтобы мы побеждали. И это он сделал на кресте, это он сделал на Голгофе, и он именно там поразил этого змея, чтобы он не жалил, да, чтобы он не поражал нас, чтобы он не лишал мужчину вечной жизни и не лишал вот этого статуса победителя. А побеждающий, да, или победитель наследует все, да? Скажите, побеждающий наследует все. Это книга откровений, аминь. Это и есть возвращение, возвращение статуса победителя, возвращение вот этого образа, да, который изначально был дан человеку. И сегодня уже прозвучало, что война идет, да, война за наши души, и идет война за душу каждого мужчины, да, каждого мужчины в этой церкви. И поле битвы для мужчины, там для женщин, может быть, через сердце, эмоции иногда включаются, а для мужчин это всегда разум, да? И я помню, как меня просто выносило из церкви, да, там посылал такие мысли, враг, что это не твое место, это место, где ты, ну, изменить, самому сердечку придется тебе здесь, да, ты уже будешь не ты, да, ты уже, ты не будешь воином, ты не будешь тем брутальным мачо, которым я тебя создал, это не голос Божий, да? Это голос врага, который работает с каждым мужчиной, и каждый мужчина под атакой находится. На самом деле, женщины, вы должны это понимать, да, что идут эти мысли, да, и враг, он хочет видеть мужчин где угодно, там, в пивбаре, на спортплощадке, где там, где бы там ни было, там, в ночном клубе, но только не в церкви, аминь? Идет война, и на самом деле мы сражаемся, мы сражаемся, потому что когда Господа спросили, где Царство Божие, да, Он сказал, Царство Божие внутри вас есть, аминь? И в момент, когда мы принимаем Спасителя, принимаем Спасителя Господом в нашей жизни, да, вот это Царство Божие появляется, да, и Его надо защищать, Его надо защищать, и для этого нужен другой тип воина, да, другой тип воина, видите, что он появился, да, вот Павел, он четко понимал, да, что с того момента, как Царство Божие появилось, да, внутри мужчины, ему надо его защищать, да, и уже появляется другой воин, да, он, он не изменяет самому себе, да, он все так же готов защитить Отечество, но он знает еще, что Его Отечество на небесах, да, он знает, что часть этого Отечества у Него уже в сердце находится, да, потому что Царство Божие, маленький кусочек Царства Божие появился в сердце этого мужчины, ему надо защищать его, да, ему надо поднимать уже не щит Ахиллеса, а щит веры, аминь, потому что без веры вот это Царство, оно не будет защищено, оно, враг, он будет атаковать через разум, да, и в конце концов и до сердца доберется, если мы не будем поднимать этот щит, защит веры и защищать это Царство Божие, которое внутри нас есть. И я хотел, у меня такой очень маленький промежуток времени, но я хотел один еще момент подчеркнуть, прежде чем закончить, потому что недавно фильм такой вышел, называется «Братство», да, может быть, кто-то его смотрел, Павел Лунгин, режиссер, и там речь идет о мужчинах, да, которые воюют в Афганистане, тяжелые условия, и они имеют вот такое вот, такое понятие, как братство. И многие его так не раскатиковали, там такие рафинированные фарисеи в государственной доме появились, да, которые просто запрещали его, не разрешали его просто к просмотру. Но, тем не менее, потом появились настоящие ребята, которые понимали, что к чему они сказали, что именно так и было, да, что мы в этих условиях, да, тяжелых, но мы, вот это братство у нас было, да, мы готовы были друг за другом жизнь отдать, да, мы несовершенны, да, мы были в грязи, и внутри нас грязи, и снаружи, да, но, тем не менее, это братство было, и в конце концов этих фарисеев победили, и фильм пустили, и, слава Богу, многие его посмотрели. Я к чему говорю, ребята, что в церкви недостаточно, да, иметь вот это откровение о том, что надо вовремя поменять щит Ахиллеса на вот этот щит побеждающего, да. Нужно братство. Аминь. Церкви должно быть братство. Да, мы... Аминь. Когда мы можем просто поддерживать, да, друг друга. Я помню, как у нас вот эти вот узы, братство, я сейчас вот 30 лет прошло, как я с армией, вот, можно, закончил. Ну, до сих пор вот эти где-то бац человек мы друг друга поддерживаем. У меня уже столько сегодня поздравлений получилось с Днём защитника Отечества, да, столько... Потому что братство, оно никуда не денется, да, оно никуда не девается. Да, если ты вот это братство пережил в своей жизни, ты с ними живёшь по жизни. И это самые лучшие мои друзья, самые близкие. И я хочу, чтобы и в церкви было такое братство, чтобы мы могли поддерживать друг друга, чтобы могли ободрять. И когда мы подходили, там, смотришь, парень там небритый, там, его в караул заступать, он такой весь чёрный, там, может быть, уже там на грани суицида. И подходишь, ну что, брат, давай, друг, тяжело, да, ну, ничего, прорвёмся. Да? И церковь — это то место, да, где мы можем приходить, да, где братья могут приходить. Брат, наше Отечество на небесах, да, нам надо защищать, да, ту часть Отечества, которая у нас есть, да, то это Царство Божие, да, подними свой щит веры, да, мы прорвёмся, мы прорвёмся, друг. И последняя картинка, да, это вот схема, схема, которая показывает, да, того, как мужчины, да, просто заполонят, да, все вот эти вот незадостающие места, да, вертикальная составляющая креста, она просто символизирует вот это откровение, да, о том, что надо поменять просто щит Ахиллеса на щит веры, для того, чтобы защитить Царство Божие, которое внутри нас есть, да, и вот эта горизонтальная планка — это братство. Аминь. Аминь. И я верю, что эта схема рабочая, и она действительно сработает. И я хотел просто закончить сихотворением, которое Кольнет написал недавно, да, что и здесь говорится именно о том, о чём я уже сказал, да, о том, что надо поменять это видение, да, поменять образ, поменять ориентир и вовремя просто вооружиться щитом веры. Называется «Щит Ахиллеса». «За место под солнцем привык я сражаться. Оружие смерти мне было дано. И как в поражении могу и остаться, когда победителем быть суждено? Победа нужна. И во что бы ни стало, я буду бороться, пока хватит сил. Врагу не занять моего пьерестала. Давно для себя я уже всё решил. О щитах и леса сражение поможет. Меня от погибели злой защитит. И страх моё сердце сегодня не гложет. Моё упование — испытанный щит. С улыбкой зловещей смотрю в глаза смерти. Но вдруг понимаю мой близок конец. Не выйти живым из такой круговерти. И вспомнил слова, что сказал мне отец. Мой сын, не спеши погибать на арене. Тебе ещё в вечности жить суждено. Ведь каждый твой шаг в этой жизни бесценен. К спасению шагни, ведь спасение дано. И крест пред собой в этот миг я увидел. Сражался сам Бог ведь тогда за меня. Того, кто грешил, убивал, ненавидел. Решил он избавить от смерти огня. И вот я шагнул к своему искуплению. От гибельной пропасти вдруг отступил. И смерти я больше не буду мишенью. Спаситель меня от стрелы искупил. И я щит ахиллеса отброшу навеки. Пришло моё время щит веры поднять. Пусть в вечность текут все мои жизнереки. Где буду спасителя я прославлять. Аминь. Слава Богу. И пусть в церкви будет больше мужчин. Аминь. Спасибо, Владимир. На сто процентов согласна. Пусть будет больше мужчин, о которых сказано, что он сделает, как золото афирское. Слава Богу.